Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я, Святослав Савенков, рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками нашего района. И вместе с ними и с вами, уважаемые телезрители, разбираемся с наиболее актуальными вопросами и интересными ситуациями в нашем Одинцовском районе. Напомню, телефон прямой связи 508-86-84. Вы можете звонить в прямой эфир, задать вопрос нашим общественникам и вместе постараемся во всем разобраться. Кроме того, если ваш вопрос не касается темы непосредственного нашего сегодняшнего эфира, он все равно рассматривается как официальное заявление в общественную палату. Так что надежда на то, что вам помогут, все еще есть. А сегодня мы поговорим о Великой Отечественной войне, вернее о той ситуации, которую в последнее время довольно часто озвучивают. А именно то, что Великое Отечественное в некоторых умах, к сожалению, рассматривается как праздник одного дня. То есть 9 мая, салют, парад и на этом все. В остальной год люди не помнят, некоторые люди не помнят, что такое происходило в период 1941 по 1945 год на территории нашей страны. Однако, тем не менее, за последние годы данная ситуация начинает стремительно исправляться, изменяться. Акции, праздники и мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне, памяти о ней, воспитанию того, что вообще представляла собой данная война, проходят круглый год. И сегодня в наших гостях представители Общественной палаты Одинцовского района, которые поделятся своими наблюдениями о том, как данная работа организована в Одинцовском районе. Итак, Елена Викторовна Грибкова, председатель комиссии по спорту, культуре и туризму сегодня в нашей студии. Здравствуйте. А также Михаил Евгеньевич Дикань, консультант-эксперт данной комиссии Общественной палаты. Здравствуйте. Добрый день. Благодарю, что вы к нам сегодня приехали. Ну что же, давайте начнем. Все-таки, наверное, Елена Викторовна, первый вопрос к вам, как к председателю комиссии. Помимо всего прочего, вы занимаетесь и культурой. Да, и культурой. Культурой, спортом. И, безусловно, наверное, этот вопрос, он к вашей компетенции относится. Да, актуальный. Вы заметили очень такую существенную вещь, что раньше действительно проводилось одним днем и все забывалось. Сейчас у нас в Одинцовском районе уделяется очень большое внимание патриотическому воспитанию людей. Мероприятия посвящены 9 мая, Дню Победы. И люди должны знать и не забывать о подвиге советских людей, настоящих героев, которые отстояли нас, отстояли землю ради нашего будущего. И наша общественная палата тоже принимала очень активное участие и принимает до сих пор в этих мероприятиях. Вот наша комиссия, она очень активная. Мы с удовольствием принимаем участие во всех мероприятиях общественной палаты. Но мы и организовываем, и проводим мероприятия. Масса мероприятий у нас была посвящена 70-летию Дня Победы. Одних уроков мужества у нас проведено целых 10 встреч ветеранов со школьниками. Мы проводим уроки мужества не только в самом городе Одинцова, но и охватываем, стараемся охватить весь Одинцовский район. И вот самый главный идейный вдохновитель уроков мужества, это вот наш консультант-эксперт Михаил Евгений Вердикань. Вот он поподробнее расскажет сейчас, в каких школах мы побывали, как реагируют детки, какую работу, я считаю, огромную работу в этом направлении мы провели. Михаил Евгеньевич, тогда первый вопрос. Что такое вообще уроки мужества? Уроки мужества – это прежде всего задача наша, как выступающих, показать и донести, чтобы дети, школьники знали правду о Великой Отечественной войне. Цель – донести эту правду об истории, мужестве, героизме, патриотизме, подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. Чтобы привить любовь к родине, чтобы воспитывать у каждого школьника, перед которыми мы выступаем, это гордость за нашу великую победу, что мы обязаны защищать Россию. Это самое главное. То есть мы не должны потерять это, потому что длительное время, и получилось, что это поле, ну, скажем, захватили, может, некрасиво скажу, враги России, потому что пытаются изменить, пытаются исказить это понятие. И дошло до того, что фактически чуть ли не великое наше государство не является победителем, а чуть ли не кто-то победил. И даже были случаи уже неоднократно, когда это игнорируется. Поэтому мы должны, я подчеркиваю, убедить, рассказать на конкретных примерах, кто является главный победителем Великой Отечественной войны. Очень благородные мотивы. А какие инструменты все-таки? Как вы именно приходите в школу? Что вы делаете? Вот вы хороший вопрос задаете. Прежде всего, мы предлагаем, чтобы в школах руководство, и они это делают, делили школу как бы на три части. Есть, как мы их называем, начальная школа. Это одна категория людей. Вторая категория, это пятый, там, седьмые классы. Это средняя школа. И старшая. Почему? Потому что если их вот соберешь там в актовый зал или куда-то, то это практически получается то, что эти понимают, эти могут не понять. Это очень надо... Мы подстраиваемся под аудиторию. То есть под разные возрастные группы, разная программа. Да, да, да. Это контингент. Вот так. По-другому нельзя. Иначе, когда собираешься вместе, в них разные интересы. Ну, разный уровень развития, уровень образования, уровень восприятия даже, что такое победа. А все-таки вот типичный такой, давайте, средний урок мужества, это просто ваши беседы или это какие-то выступления, может быть, песни, фильмы? Ну, расскажу сейчас. Вот смотрите, комиссия наша так организовывает эту работу. Вот сейчас на пальчиках расскажу. Смотрите, огромную работу, обратите внимание, по нравственному, культурному, интернациональному, патриотическому воспитанию подрастающего поколения молодежи. Что это значит? У нас есть места, где свыше 12 национальностей в школе. Значит, мы работаем над тем, чтобы прививать дружбу, то есть интернациональное воспитание. Видите, как патриотическое рядом, а дружба интернациональная тоже по-другому нельзя. Когда, вот представьте, в школе свыше 12 национальностей. Есть и такие, но есть поменьше. То есть у нас сегодня мы уже встречаемся, такие вопросы, например, когда у нас украинцы учатся у нас здесь, которые прибыли из Донецка, прибыли из Луганца и прибыли из других мест Украины, не только с этих. То есть уже боятся там находиться. Мы их приняли, и они воспринимают так же в семье, чтобы не было отчуждения, и прививаем, что действительно дружба была, чтобы не обижали, потому что это наши славяне, это наши люди, это мы могли сами так же оказаться там, на той территории. Возвращаясь к вопросу именно уроков мужества, все-таки, какими инструментами вы пользуетесь? Повторю, вопрос, это демонстрация каких-то фильмов, это просто беседы, или это какие-либо другие формы воздействия? Мы начинаем, как правило, вот с чего началась война. Почему? Потому что как с чего начинается Родина, так и с чего начинается война. Что мы не начинали эту войну, мы никаких, Великой Отечественной, мы никаких не делали провокаций. Даже вот, например, вопрос, объясняешь детям, задаешь вопрос, так, скажите, пожалуйста, почему называется Великое Отечественное? И поверьте, не всегда отвечают. Почему? Потому что начинаешь им расталкивать, что 900 дней блокадного Ленинграда было в то время, это одна война. Защита обороны Москвы, это другая Великая война. Защита Сталинградская битва, это еще одна война. Потом есть Орловско-Курская, Белгородско-Харьковская, это еще одна война. Оборона Севастополя 250 дней, это еще одна война. И каждая война огромная. Почему? Приходится разжевать и показать, что мы были так оккупированы, что и еще такие моменты, например, вот говорят, мы не готовы к войне. Да, немцы пришли, 5,5 миллионов в них были готовы, а у нас только 2,5,2,7 миллиона так было на вооружении. Да, мы потом поставили, прочее. То есть мы были в какой-то степени готовы, но не до конца, так можно сказать. Потому что когда внезапно напали, то тут никуда не денешься. Поэтому мы с детишками начинаем с того, чтобы им объяснить. Вот я начинаю еще, рассказываю про Брестскую крепость. Вот я сегодня взял с собой, я солдат сам, 3 года солдатом был, и вот фляжку взял. Для чего я ее взял? Это моя солдатская фляжка. И показать, что вот глоток воды с этой фляжки спасал жизнь. Вот Брестская крепость. Практически что произошло? Напали, и они спрятались в крепости. Их изолировали светом, водой и всем остальным. И вот получается, что они сражаются, защищаются, а немцы и держат там фактически целую дивизию, сдерживают. Потому что штурм, непрекращающийся штурм крепости продолжается. И вот маленькие дети, которым 10-12 лет, они быстро становились взрослыми. Они фактически становились на защиту Родины. То есть фактически дети возраста как раз вашей аудитории. Да, да, да. Вот я им говорю, такие, как вы, я здесь не могу правильно вы сказали, подметили, так? Такие, как вы, становились на защиту Родины. И главное было поставлено. Все для фронта, все для победы. Там тоже дети сражались. То есть вот особенно у станков там работали на предприятиях и так далее. Детишки были такие, например, моменты. Вот он работает смену 14-16 часов. Ему говорят, иди домой. Он говорит, я не могу уже идти. Падает, лежит у станка. Отдыхает там 3 часа, там 4. И опять у этого станка. Поэтому дети быстро взрослели. Дети быстро становились патриотами. Это многострадальное поколение. Оно опаленное войной. И они являются, с одной стороны, дети войны, а с другой стороны, они дети победы. Так сколько же современных детей, получается, вас послушали? То есть сколько школ вы посетили с данной программой? Я, с вашего разрешения, назову, потому что практически, если кого-то не назову, будет очень как бы обидно. Школа номер один, Кубинка. Жаворонковская школа. Надо на ней чуть-чуть остановиться, потому что там был Николай Иванович Проничев. Имеет награду. Орден Октябрьской революции. Имеет награду за мужество. Орден знак почета. И что вы думаете? Запросил у нас, дайте мне медаль Орловско-Курскую битву, потому что моего друга убили. И мы эту медаль сумели через власти, скажем, достать или добыть. И приехал лично председатель Одинцовской общественной палаты Закар Юрьевич Иванов и вручил Проничеву непосредственно перед детишками. Показать. Заслуженные люди, получается, тоже были. Понятно. Но все-таки сколько школ вы посетили? А теперь, так, Дубковская школа. Теперь Одинцовский центр эстетического воспитания. Четвертая гимназия. Одиннадцатая гимназия. Школа номер один. Одинцова раз пять-семь. Четырнадцатая гимназия. Лицей номер два. И шестнадцатая школа. Это Трехгорка. То есть это очень много. Я вам скажу, комиссия, поверьте. Но в этих мероприятиях все это делается под контролем общественной палаты. И самое важное, что во взаимодействии с управлением образования, которое возглавляет Ольга Ивановна Ляпистова. То есть это все, как бы сказать, согласовано. Это очень важный момент. Мощнейшая работа сразу бросается в глаза. Елена Викторовна, к вам тогда вопрос. Как все-таки организовывались? Почему именно эти школы выбирали? Вы знаете, Святослав, нас даже сейчас приглашают. Вот даже уже прошел праздник, День Победы, а заявки поступают и поступают. Вот буквально вчера мы выступали с уроком мужества в Дубковской школе. Великолепно прошла встреча. Отклик детей просто ошеломляющий. Дети окружают ветеранов, задают им множество вопросов, жмут руки, разглядывают медали. Да, Михаил Евгеньевич. Пишут записки. Вот почитайте, пожалуйста, записку, Михаил Евгеньевич. Очень такая трогательная записка от детей поступает. Слава себе, пожалуйста. Зачитайте. Ветеранам Победы. Ну, я, Оськин Андрей, желаю вам счастья, здоровья, долгой жизни. Я никогда вас не забуду, дорогие ветераны Победы. Вы представляете? Это настолько трогательно. Вот он обращается, он нас послушал объективно. Я рассказал, что я родился в 1942 году в окопах Сталинграда. Я должен умереть был, потому что там все смешалось, что не представишь. И вот он смотрит на нас и думает, как мы выжили или как мы живем. И это было... Притом, никто не учил. Не то, что там какой-то момент или еще что-то. Но разрешите еще продолжить. Вот, 9 мая сего года мы у огня находимся нашего вечного, у мемориала, так. Рядом со мной находится, я сразу скажу, опять же, начальник управления образования, так. Ляпистова Ольга Ивановна и начальник отдела Караваева Наталья Вячеславовна. Мы ведем разговор. Вот хороший вопрос был задан перед этим. Там, как мы выступаем, как школы готовятся, как учителя, как очень огромная подготовка. Я хочу сказать, лучше готовиться, чем к обычным урокам. Я вам искренне это говорю. Это ощущаешь. Дети слушают настолько, как будто мука пролетит и услышит. И вот я скажу, подходят ко мне в разное время на этом, а мы решаем вопросы. Подходят ученики 11-й гимназии. Спасибо вам за выступление. Приходите к нам еще. Цветы мне дарят и так далее. Потом приходят дети с 14-й. Я не знаю, что они, но я спрашиваю, откуда вы? А вы у нас были, вы у нас выступали. Нам понравилось. Приходите еще раз. Пришли дети с средней школы номер один, где вот Романовская Оксана Владимировна с директором. И опять, вы представляете, это ощущаешь, что ты приносишь пользу, что дети, поверьте, они цветы дают. Я все эти цветы, естественно, возложил у вечного огня. Но это приятно, потому что видишь, что им интересно. Вот слушают по глазкам. Собственно, Михаил Евгеньевич, правильно говорят, что дети и подростки в первую очередь запоминают не какие-то факты. Логику, а именно эмоции, которые им дают люди, с которыми они общаются. Уважаемые телезрители, это была не единственная акция, которую проводили в нашем районе уже после празднования Дня Великой Победы. В том числе, совсем недавно у нас прошел квадропробег, который начался у стен, если я не ошибаюсь, Сальна Строжевского монастыря в Звенигороде. И сюжет именно об этом мы сейчас с вами посмотрим. Колонны квадроциклистов и автомашин с флагом растянулась более чем на километр. Экипаж ГИБДД сопровождает участников. Первая остановка – памятный знак рубеж обороны у деревни Рыбушкино. Именно здесь, на рубеже обороны, в ноябре-декабре 1941-го, 144-я стрелковая дивизия, входящая в состав 5-й армии Западного фронта, в результате тяжелейших кровопролитных боев остановила немецко-фашистских захватчиков. И с этого рубежа в начале декабря 1941-го года началось изгнание врага с подмосковной земли. Участники квадропробега возложили цветы к памятному месту. Мероприятие вообще организовано для того, чтобы почтить память наших Одинцовских земляков, ну и не только, которые отдали свою жизнь на полях нашего Одинцовского района. Вечная память, сердце. У меня самого деда один фронтовик и второй фронтовик. Правда, оба вернулись с войны, заработали ордена, медали. Я горжусь им, это мои герои. Вечная память тем, кто проливал кровь за нас с вами. Кроме членов общественной палаты, в акции приняли участие консультанты-эксперты, профессиональные квадроциклисты мотоклуба «Гризли» и местные жители. Многие приехали целыми семьями. Для нас это, конечно, огромная победа. И хочется сказать, что нужно не только 9 мая, 10 мая вспоминать о наших дедах, о наших бабушках, родедушках, которые сделали такое великое дело для нас. Сделали нас свободными, освободили от фашистов. Хочется, чтобы каждый день мы об этом помнили, чтобы в сердцах мы несли всю эту память, чтобы жили мы все по совести, и чтобы не стыдно было нам, не стыдно было нам жить, и чтобы им было наверху, на небесах, не стыдно, чтобы они понимали, зачем они это сделали, и чтобы гордились нами. Воинский мемориал в селе Каренское был вторым на маршруте квадроциклистов. Здесь участники провели митинг памяти погибшим воинам. На каждом мемориале выбиты фамилии тех, кто не вернулся с боя. Весь маршрут квадропробега составил 40 километров. Участники посетили все отдаленные воинские мемориалы сельского поселения. Это наша память, наша гордость, наша победа. Ну что же, вот такое мероприятие прошло совсем недавно. Сейчас мы подробно о нем поговорим, а сперва поприветствуем нашего нового гостя. Сегодня у нас Юрий Андреевич Котляр, эксперт-консультант, также у нас комиссии по культуре, спорту и туризму. Здравствуйте. Здравствуйте. Благодарю, что вы к нам сегодня приехали. Ну что же, Елена Викторовна, давайте продолжим насчет квадропробега. Все-таки эту тему. Расскажите вообще, как родилась такая идея, почему вы вообще решили устроить? У нас был пройден квадропробег, он был посвящен 70-летию Дня Победы. Такое, я считаю, очень массовое, значимое и важное мероприятие для нашей общественной палаты. Мы первый раз проводили такое массовое мероприятие. Оно было запланировано давно, с начала года, и был квадропробег утвержден общественной палатой Московской области. Он проходил, как показали в сюжете, правильно, по удаленным памятникам Ершовского поселения Одинцовского района. Как родилась эта идея? К нам обратились местные жители этого поселения, Ершовского, квадроциклисты, и попросили организовать, провести вот это торжественное мероприятие. То есть обратились именно к вам? Да, в нашу комиссию. А почему? В чем именно причина? Ну, они хотели, видимо, широко провести, более торжественно. А сами они проводили как-то подобное раньше? Ну, может быть, они сами объезжали памятники, организованно. Но они хотели вот именно массовое такое мероприятие, чтобы общественная палата поддержала. Мы, конечно, с воодушевлением приняли эту идею, она нам очень понравилась, и мы включили все в эту работу. Сколько человек-то в ней приняли участие? Вы знаете, Святослав, много. Возле Савино-Старожевского монастыря в начальной точке собрались более 60 неравнодушных людей. Это члены и консультанты-эксперты общественной палаты, это местные квадроциклисты, то есть местные жители. Это присоединились к нам профессиональные квадроциклисты мотоклуба «Гризли». Был почетный караул военнослужащих, который отдавал почести павшим бойцам. Это вот залпы были из оружия, очень торжественные и трогательные. Это на мемориалах памяти, которые мы посещали. Многие приехали целыми семьями, даже со своими детишками. У нас больше 10, наверное, было детей. Очень замечательно. Мы посетили много памятников сельского поселения Иршовска. Они там, конечно, в порядке, очень хорошо ухожены, благодаря стараниям их главы поселения Бабурину Виктору Васильевичу. Первая была остановка у нас, это памятный знак «Рубеж обороны». Прошу прощения, перед тем, как вы начали, а всего сколько вы проехали по маршруту примерно? И вообще, во сколько вы выехали, во сколько это завершилось мероприятие? Ну, где-то мероприятие, оно составляло около двух часов. Проехали мы где-то 40 километров, посетили пять памятников, таких вот значимых павшим бойцам. Получилось как бы по кругу у нас такой квадропробег. У нас колонна растянулась более чем на километр. Нас сопровождали, сопровождал экипаж ГИБДД, то есть все было очень организовано и продумано. И возле каждого памятника, возле каждого мемориала памяти у нас была своя программа. То есть не просто так мы пришли, возложили цветы и почтили воинов минутой памяти, да, павших воинов. Мы рассказывали об истории этого памятника, какие воины там захоронены. В общем, историческую вот эту справку давали, которую нам предоставил любезно Краеведческий музей села Каринска. Мы тоже их благодарим за эту работу. Первая остановка у нас был памятный знак «Рубеж обороны». Это у деревни Рыбушкино. Это начался вот наш квадропробег оттуда. Мы там возложили цветы, сфотографировались, общую такую фотографию сделали на память. Вот возле двух мемориалов памяти, это в селе Каринское и в деревне Иглова у нас прошли даже мини-митинги. То есть там выступали с торжественными речами и наш председатель Захар Юрьевич, и консультанты-эксперты. Были возложены цветы, караул солдат отдал воинские почести, то есть три залпа из оружия. То есть это так очень торжественно выглядело. Они маршировали очень красиво. Получается, Елена Викторовна, вот из того, что вы сказали, что вы зачитывали историю мемориалов, значит, зачитывали наверняка ведь кому-то. Значит, там были и местные жители, которые просто пришли посмотреть на акцию. И местные жители, ну да, они потом присоединялись к нам на машинах. Кто не мог, как бы квадроциклисты это ехали. Ну не у каждого, да, в гараже квадроциклы, это понятно. Ну это не каждый может, это, да. Вот, остальные присоединялись к нам на машинах. То есть у нас квадроциклисты и колонна машин. А информировали как-то людей, или это вот спонтанно получилось, что люди именно присоединяться начали местные? Мы сами не информировали, видимо, люди вот сами знали об этой акции, именно что она пройдет у нас 10 мая. Вот, и они присоединялись уже по зову сердца. Вот я хочу, Святослав, еще рассказать о мемориале памяти в деревне Хаустово. Там в этой братской могиле захоронено три советских воина, но самое главное, там захоронен мальчик, партизан, Ваня Фитчин. Я тоже рассказала о подвиге вот этого мальчика, партизана, как его схватили немцы, как его пытали, что он ничего не сказал. В конечном итоге, конечно, он погиб, мальчик, его выкинули на мороз, и очень долго местные жители не могли его захоронить. И только потом, когда пришли советские воины освобождать эту деревню, то смогли уже похоронить его по всем христианским почестям. И нас тронула эта история вот этого мальчика, и дети слушали, просто вы не представляете, с открытыми ртами, у всех были слезы на глазах. И мы собрали всех деток, которые участвовали в нашем квадропробеге, и мы выпустили на этом памятном месте в память о погибших воинах, о мальчике, девять белых глубей. Они полетели как бы в чистое небо и кружили долго на братской могиле. Очень было все это трогательно и торжественно. Я думаю, ощущали атмосферу, которая происходила. Да, а на последнем мемориале памяти, это в деревне Иглово, знаете, все торжественно спели Катюшу, то есть и дети. То есть так вот все экспромтом у нас получилось, но настолько душевно и торжественно. И мы получаем очень много отзывов хороших об этом мероприятии. Те же самые и профессиональные квадроциклисты, они говорят, с удовольствием еще примут участие в таких акциях, давайте совместно что-то с вами придумаем, организуем. Потому что такого высокого уровня, говорит, мы не ожидали и даже не думали, что так все здорово получится. Ну что же, Елена Викторовна, получается, вы действительно пока что свидетельствуете о том, что действительно целый год, а не только на 9 мая, в памяти у людей живет понимание, что такое Великое Отечество. Будем проводить такие мероприятия, будем даже стараться каждый год. Мы будем посещать. Да, абсолютно. Конечно, у нас еще в проекте, но культура и спорт, мы так вот, да, да, уже много мероприятий, поэтому вот о футбольном турнире, который у нас недавно прошел, мы тоже хотели бы немножко рассказать. Прошу, давайте. Я так понимаю, Юрий Андреевич, вы готовы об этом поговорить? Да, турнир был 23 мая, состоялся футбольный товарищеский, проходил он на искусственном поле на улице вокзальной 39, организован он был комитетом по делам молодежи, спорта и туризма совместно с общественной палатой. В турнире принимали участие четыре команды, это были команды администрации, молодежного парламента, общественной палаты и предприниматели. А администрации города Одинцово и городского поселения или района? Одинцовского района. Района, да? Ну не могу просто сейчас сразу сдержаться, кто победил-то. Юрий не сказал, что этот турнир был вообще у нас посвящен Дню предпринимателя, и поэтому мы постарались представителей бизнес-сферы были представлены. Да, общественная палата закупила футбольные отличительные накидки для своей команды, для команды предпринимателей, то есть мы тоже старались, организовывали. Ну не все про накидку, кто победил-то главное. Победила команда предпринимателей, так как приурочено было ко дню предпринимателя, поэтому победителем стали предприниматели. Общественная палата как выступила? Заняла четвертое место, но после турнира мы договорились, что будем больше тренироваться, стараться, не хватило немного времени. То есть мотивация, мотивация есть. Только в конце сыгрались, да, не хватило немножко времени. Призываем всех комиссии присоединиться тоже в команду футбольную нашу. Тут получается не только комиссии, а вообще все организации и бизнес-сферы. Будем тренироваться и думаю, следующий турнир пройдет у нас на более высоком уровне и займем какие-то призовые места общественной палаты. Но самое главное, не победа, самое главное, это слава участия. Конечно, конечно, это же спорт. Ну не могу не задать вопрос о составе команд, все-таки только люди, мужчины участвовали? Или женщины тоже принимали участие, только мужчины? Участвовали только мужчины, да. Ну я бы с удовольствием посмотрел на женские сборные, предпринимательские и общественные палаты в том числе, конечно. Женщины были болельщицами. У нас была очень большая команда болельщиков. За мужей, за сыновей. Да, мы с флагами, с речевками, мы очень поддерживали, кричалками, поддерживали нашу команду. Парафанку создавать, что сказать. Да, 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 может это да, случится. Ну что же, я благодарю, что вы к нам сегодня приехали, спасибо за ваше время, действительно довольно важные вопросы мы сегодня обсудили. Спасибо. Уважаемые телезрители, сегодня мы говорили о памяти о Великой Отечественной войне, а также о спортивных мероприятиях в нашем районе. Напомню, что наш телефон 508-86-84, вы можете позвонить в течение всей недели, задать нам вопрос, который мы переправим в общественную палату. Кроме того, вы можете воспользоваться формой обратной связи на официальном сайте общественной палаты или написать электронное письмо. Наша сегодняшняя передача закончена. С вами был Святослав Савенков. До встречи через неделю.